добрый вечер мои слушатели сегодня мы с вами поговорим о рисках инфицирования и как им противостоять при работе вашем кабинете подолга в первую очередь что я хочу сказать давайте немножко разберем заболевания которые нам опасны их называют парентеральными инфекциями это такие заболевания как гепатиты bc есть еще е д которые мало изучены вич инфекция всем известная кроме этого парентерально потому что риск заражения через какие-то манипуляции медицинский инструмент медицинские манипуляции то есть пошла женщина гинеколога может получить вич простите заразить ее могут и там гепатитом bc к самотологу сходили если не обработанный инструмент на должным образом тоже нужно получить заражение и к сожалению все эти гепатиты могут вообще не проявляться вы получили свою дозу вы заражены вы даже не знаете о том что вы больны это я от лица пациента говорю поэтому смотрите для того чтобы мы были ограждены от этой инфекции мы немножко должны знать как они передаются здесь я уже сказала гепатиты b c и d там передаются через кровь через секреции секреции господи простите через продукты секреции через кровь почему да потому что мы работаем инструментом если на него попала кровь значит этот инструмент будет уже заражен если медицинский инструментарий но здесь шприцы различный инструмент медицинский я немножко сбилась ну так вот я вижу здравствуйте всем и я вас не вижу конечно но тоже рада видеть ваши комментарии поэтому в первую очередь значит обращайте внимание вирусные гепатиты как я сказал b c е и d но плохо изучены и о них говорить не будем дальше идет вич инфекции теперь идет заболевание такое как туберкулез подчеркиваю туберкулез мы тоже можем им заразиться при работе в кабинете но потом идет грибковая инфекция лучшей защиты от этих инфекций является профилактика что это значит ну начнем с того что основа основа это гигиеническая дезинфекция рук я вам просто расскажу как вы должны дезинфицировать свои руки вы должны их обрабатывать антисептика для кожных покров вот я работаю с кутасептом когда вы их должны обрабатывать во первых перед тем как одеть перчатки вы должны обработать свои ручки очень тщательно между пальчиками суставчики ногтевые пластины все тщательно обработать антисептиком чтобы ваши ручки были влажные потом вы просушиваете и одеваете свои перчатки почему подчеркиваю обязательно перед тем как одеть перчатки вы обработаете свои руки вы же не можете гарантировать что вы не проходите свою перчатку то есть вы нарушите герметичность процесс перчатки и при работе в кабинете вы будете ну до двух часов в этих перчатках работ представляете какая-то микрофлора вернее микроклимат температура влажность да еще если вы ручки не обработали через эту дырочку попадет любая инфекция проще всего грибку попасть в эти перчаточки при обработке грибков грибков пораженных грибком ногтевых пластин и дать им немножко там развиваться то есть пока вы обработаете все для того чтобы грибок попал к вам на кожу и в кожу теперь смотрите после того как вы снимаете перчатки что мы делаем ну во первых вы обработать после работы весь стол тумбу кресло потом вы снимаете перчатки и обязательно перед тем как мыть руки опять обрабатывайте антисептиком то есть дезинфицируйте свои руки только после этого моете их подчеркиваю если вдруг у вас был контакт с кровью с гноем или порез перчатки в обязательном порядке даже без порезов без контакта вы сначала снимете перчатки обработаете их только после этого вы их помоете да это довольно таки ну надоедает наверное тщательно мыть дезинфицировать но это нужно делать в обязательном порядке подчеркиваю еще раз руки это прежде всего если вдруг вы получили какой-то порез укол что вы должны сделать в первую очередь эта техника безопасности она давно известна в первую очередь вы должны свою ранку перед тем как обработать вы просто должны выдавить капельку крови а потом обработать 70 процентным спиртом и прижать 5 процентным раствором йода ну эта техника безопасности везде и у медиков тоже вот вы обработали все прекрасно потом вы можете уже работать сами опять поменять перчатки все сделать как я вам сказала далее если при работе у вас вы повредили ну всяко бывает вы повредили кожу своего клиента в первую очередь не торопитесь появилась кровь повредили кожу спокойно обработать для этого у вас есть препарат допустим активность вы им обработали после этого вы остановили эту кровь только после этого и после того как кровь вы остановили есть соответствующие препараты например капромин вы опять же берете тот же актинсепт и обрабатывайте ранку и только после этого вы продолжаете работу не отмахивайтесь от этого обязательно сделайте и тогда ваш пациент клиент простите который сидит в кресле и вы будете защищены от инфекции то есть вы его не заразите и не заразите себя вы обработали кроме того что я вам сказала про руки перчатки хочу подчеркнуть индивидуальная защита должна быть вы должны себя беречь не надо от этого отмахиваться да надо немножко бояться этого что входит в индивидуальную защиту про перчатки вам рассказала теперь будем говорить о том что у вас да есть рабочая форма это обычно подологи применяют брючки и курточку но лучше всего белую или светлую рабочую одежду почему да потому что на этой одежде можно увидеть капли крови гной и сразу же сменить одежду то есть почему я подчеркнусь сменить значит у вас должен быть комплект чистой одежды в запасе перед каждой процедуры вы одеваете медицинские перчатки мы об этом уже сказали потом нужно помнить о медицинской маске не отмахивайтесь от этого тоже одевать я потом подчеркну и расскажу для чего это обязательно делать нужно и также есть защитные очки их необходимо одевать кроме этого вот состав защитной одежды индивидуальной защиты входит ваш шапочка колпачок что вы одеваете на голову все волосы которые висят они могут подвергаться риску инфицирования поэтому вы волосы собирайте резиночкой выбираете под колпачок далее важно это важно на время работы всегда вы приходите на работу вы снимаете свою домашнюю одежду одевайте рабочий костюм вместе с этим снимайте все свои украшения кольца браслета а также под шапочку нужно спрятать ваши сережки и если они у вас длинные висячие то лучше снимите они не должны вас висеть также наручные часы снимаете все это нужно снять для чего для того чтобы не было пропусков при дезинфекции рук о чем я вам уже говорила но серьги висячие конечно не дезинфицировать и здесь ничего но вы их прячете чтобы здесь не было налета пыли или аэрозольные извеси также уважаемые коллеги все-таки нужно отказаться от лака для ногтей и искусственных ногтей подстригать свои ногти коротко это нужно вам делать теперь про при работе я использую не фартуки фартуки не очень удобны мы защищаемся и свою форму защищаем и себя защищаем одноразовыми халатами одноразовые халаты должны иметь на здесь манжету чтобы здесь были такие вот избегался контакт попадания под халат какой-то пыли взвеси и когда вы одеваете перчаточки но перчатку одевайте поверх этой манжеты тогда вы будете гарантированы что у вас нет доступа попадания какой-то инфекции микроорганизма под ваш халат про халат я вам сказала простите что так сумбурно но вот опыта наверно нет таких выступлений именно прямом эфире научусь самое главное про индивидуальную защиту и еще могу сказать закрытая обувь должна быть почему но опять же если вы работаете вся пыль вся грязь летит вниз если у вас нет поддона значит она попадет на вашу обувь к сожалению поэтому кроме этого я всегда говорю носите обычные носки специально для работы с высокой резинкой вот до середины голени чтобы вас не было голой стопы между брючиной и носочком коротким вот полный комплект о чем я вам рассказала да выглядим мы так как в операционной когда заходит к нам клиент в шапке в маске в защитных очках в халате одноразовым мы закрыты полностью вот так нужно работать подчеркиваю что это необходимо делать не отмахиваться от этого теперь почему я подчеркиваю парантеральной инфекции но вот к сожалению я вам рассказала о том что мы можем в любой момент работы пораниться сами поранить клиента который сидит у вас в кресле и получить определенную дозу инфекции допустим вич инфекция которая передается через кровь через какой-то секрет организма допустим продукты секреции ну сперма это точно с грудным молоком может передаваться но вич инфекция у нас вирус он не задерживается долго то есть заразиться им не так просто нужно получить определенное количество этого вируса и если он попал на здоровую вашу кожу и и вы после этого обработаете руки и смоете ничего с вами не произойдет подчеркиваю на здоровую кожу без трещин ранее я вам сказала что ваши ручки нужно постоянно дезинфицировать мыть дезинфицировать мыть конечно кожа наших рук страдает и мы еще работаем постоянно в перчатках да не выдерживает кожу у меня тоже она не выдерживает поэтому у вас должен быть крем в своем кабинете крем довольно такой но жирноватый могу сказать я люблю крем аки лайновские питание и увлажнение поэтому он должен быть у вас вы помыли ручки продезинфицировали помыли и вы нанесли этот крем на свои руки вот это будет предотвращать сухость и трещины на вашей коже и она будет более здоровой заведите себе это правило для себя выделите крем и понимаете что руки это самое важное при вашей работе их дезинфекция это самое важно не поленитесь не отмахивайтесь вы должны их обрабатывать как я вам сказала поэтому даже если попадет кровь на вашу кожу а там нет трещины и вы смоете продезинфицируете помойте руки тщательно вы уже будете знать что все инфекции нет если вич инфекция не такая долговечна то есть этот вирус в окружающей среде не хранится не живет долго то вот гепатиты отличаются тем что вирус живет очень долго если в допустим он попал в кровь то минимум полгода он может находиться в этой крови поэтому когда переливают кровь здесь выйдет обычно эту кровь выдерживает 6 месяцев потом еще просматривает ее то есть более шести месяцев вирусы сохраняются в крови зараженным инструменте даже на простынях коту на которых попала кровь и так далее вирус может сохраняться очень тоже длительно но до трех месяцев вот они очень стойкие вирусы вирусы гепатитов и самое страшное когда к вам входит кабинет клиент и он может не знать о своих заболеваниях а может просто не рассказать может и не подозревать что у него есть этот вич или гепатиты bc они могут не проявляться если вирус гепатита b тут при заражении он может переболеть и не перейти в хроническую форму то при гепатите c человек заболевает и здесь более 60 процентов остается в хронической форме после этих гепатитов но печи у нас болеет то есть будет цирроз печени особенно после гепатита c хочу подчеркнуть что у нас есть вакцинация от заболевания предотвратить заболевание вирусом гепатита вирусным гепатитом b есть у нас вакцинация она довольно эффективна она делается трехкратно если не забыла не напутала да по моему трехкратно там через определенные сроки и эффект после вакцинации в течение 10 лет то есть если вы провакцинируетесь в 10 лет будете гарантированы что вы не заразитесь вирусным гепатитом b почему стала говорить вакцинации но когда вы приходите на работу кому-то или вы сами работаете у вас должна быть медицинская книжка в этой медицинской книжке есть отметки о вакцинации в том числе от вирусной гепатита b еще раз подчеркиваю да это вакцина эффективна но от других гепатитов нет вакцин поэтому только от вирусного гепатита b от вич инфекции то есть от спида синдром приобретенного иммунодефицита никакой вакцинации нет что еще могу сказать почему подчеркну еще при туберкулезе есть открыта форма туберкулеза к сожалению связи с такой миграции населения туберкулез у нас есть открытая форма это когда человек простите кашляет разговаривать с вами и капельно капельно передается это открытая форма поэтому я вам говорю работать в маске защищайте себя чтобы не получить тот же туберкулез воздушно-капельный путь передачи здесь уже не через кровь порезы раны а воздушно-капельный путь передачи человек тоже может не знать но кашляет но откуда я знаю может быть я не болею а может просто скрывать поэтому в любом случае когда к вам еще раз подчеркиваю приходит клиент вы должны представить что он болеет всеми возможными заболеваниями начиная от грибка и заканчивая вич-инфекция но вы при этом возьмете его в работу и будете с ним проводить процедуры вы же его не выдавите поэтому вот именно поэтому вы должны соблюдать все меры по защите себя от инфицирования это не столь трудно и я считаю что это очень важно надо все-таки немножко бояться этого бояться заражения кроме индивидуальной защиты еще хочу рассказать про аппараты работают с аппаратами пылесосами и работают аппаратами спреями ну я предпочитаю работать на аппарате со спреем и здесь да конечно техника работы должна соблюдаться опять же это не гарантирует того что даже со спреем когда не летают так простите эти микробы грибки и так далее они взвеси они опускаются но все равно риск попадания на кожу вас есть ну не защитились вы ручкой когда вы пилите пятки поэтому есть маски еще раз подчеркиваю защитные маски одевайте не стесняйтесь это нормально это даже очень хорошо и вы уже знаете что вы на ваши волосы на вашу кожу не попала никакая звесь не от спрея не пыль от пылесоса также что еще можно сказать сейчас я вам подчеркну что хотела еще иногда меня спрашивают вот насколько высок риск заразиться вич инфекциями гепатитами есть риск заразиться ну как я уже сказала менее сниженный риск заразиться вич инфекции потому что здесь должен быть контакт более такой длительный и большое количество допустим крови и так далее и ваши раны порезы если вам попалась попала кровь ваш порез тогда вот сделайте то что я вам сказала выдавить капельку крови обработать 70 процентов спиртом потом прижечь йода вот риск заболеть вирусным гепатитом b и c он более высок вот здесь нужно тщательно соблюдать все что я вам рассказала и еще раз говорю получается иногда так что человек пока не попадает в больницу на какую-то операцию где там заставляют сдавать определенные анализы и тут вдруг он выяснил что у него оказывается есть вирус б простите вирусный гепатит b или вирусный гепатит c он может даже не подозревать еще раз подчеркиваю что еще хочу добавить вот принципиально важно защитить себя и вашего клиента от инфекционные заболевания с помощью чистых стоп что это такое ну рекомендуется перед каждой процедуры дезинфицировать стопы пациента антисептиком для кожи сейчас я по комментарии взяла так сверху надевать из пластика маску да вы пока вы не пилите вы можете работать в маске а когда вы начинаете работать с кожей и вы начинаете пилить оденьтесь пластика маску закройте себя это будет эффективно еще раз говорю принцип чистых стоп что это такое вы обрабатываете стопы антисептиком опять же говорю я работаю кутасептом да я его люблю хорошо работает и перед каждой процедуры дезинфицировать стопы вашего пациента особенно прежде всего тщательно более тщательно в том месте где вы понимаете что вы будете повреждать кожу то есть это бородавки если вы работать с ними мозоли различные в том числе стержневые то здесь происходит рассечение кожи нужно обработать антисептик что он делает он помогает не заразиться вам и помогает не заразить вашего пациента потому что на коже всегда есть микрофлора условно патогена патогенная поэтому мы обрабатываем кожи тщательно чтобы не внести инфекцию и самой не заразиться почему еще подчеркивают этот антисептик вы когда нанесли да он предотвращает вот рассеяние микроорганизм во внешнюю среду то есть все он это приглушает так если есть какие-то вопросы задавайте мне как часто подолгу желательно сдавать анализы вы что имеете ввиду какие анализы если вы хотите узнать не болеете вы вирусом гепатита вирус не болеете ли вы вирусом гепатитом b c ну это можно сдать как я говорю но хотите раз в полгода можно в один раз в год это необязательно но если вы понимаете что вы могли заразиться вам нужно сдать но хотите для профилактики один раз в год потратитесь на эти анализы про грибок я не говорю потому что но если вы подцепили грибок вы это увидите и на коже и на ногтях про туберкулез здесь вы по вы проходите флюорографию поэтому ежегодно и вас в медицинской книжке должна быть отметка что вас органы грудной клетки без патологии то есть легкие чистые вот это уже профилактика туберкулеза так чтобы убедиться что ничем не заразился но еще раз говорю если у вас какие-то сомнения появились но тогда разрешите свои сомнения сдайте на наличие антигенов вирусного гепатита bc там целый комплекс и вич инфекция это прям в комплексе в лаборатории уже знают еще называют предоперационная подготовка то есть перед каждой операции назначают эти анализы а по поводу туберкулеза вы можете сделать флюорографию которую вы должны делать и с отметкой вашей медицинской книжки это уже тоже ваша защита вы понимаете что вы не заражены так что еще хотела вам сказать сейчас посмотрю не все ли я сказала а по поводу антисептиков меня часто спрашивают какие лучше вы знаете вы можете выбирать сами но самое важное вот для обработки рук допустим вы смотрите вы смотрите на время воздействия допустим оно должно не менее 30 секунд быть но вы сами понимаете вы должны пара этим антисептиками обработать кожу и подождать а потом уже мыть руки сразу нельзя смывать особенно еще хочу подчеркнуть не наносите антисептик для своей дезинфекции на влажную кожу вы его разбавляете поэтому кожа должна быть сухая снять перчатки они до рука вспотела чуть-чуть подождите она уже подсохла и вы тут же обработайте антисептиком дезинфицирующим препаратом а потом уже помойте руки вот то что ради своего спокойствия всегда раз год сдаю эти все анализы да прекрасно молодцу ну и флюорографию делайте чтобы да знать что нет ничего но про грибок я еще раз хочу сказать не отмахивайтесь от него вот просто да ничего не будет здоровая кожа и так далее но еще раз подчеркиваю любая травматизация ногтя травматизация кожи ну и влажность температурой грибок будет развиваться ну как я своим клиентам пациентам советую смотрите с целью профилактики изменить если вдруг появилась изменение кожи ногтевой пластины лучше подойти и показать так и еще до существует техника безопасности там прям прописано как работать что делать и так далее она у вас должна быть техника безопасности в интернете это можно скачать там вплоть до того что не просто ваша защита защита вашего клиента защита работа с электрооборудованием так далее там все есть но я не говорю здесь о защите вашего клиента от инфекции не говорю о том что как нужно стерилизовать оборот простите инструментарий это отдельная тема и я уверена что вы все знаете как грамотно к этому подойти так про другие инфекции а еще могу добавить про парантеральным сказала про туберкулез сказала есть еще бородавки это вирусная инфекция и когда вы с ними работаете когда вы с ними работаете вы точно также должны соблюдать строго все то что я вам рассказала и еще есть такой вирус коксаки тоже можно им заразиться так в каких случаях вы откажете в приеме и про какие самой при каких самочувствиях клиента вы знаете мои клиенты довольно добросовестные и если они заразились то есть у них инфекционное заболевание гриппа рвы там но чихает кашля температуру они обязательно предупреждают и мы уже приходим к тому что вот ну выздоровеете придете на прием переносим в каких случаях я отказываю в приеме в приеме я никому не отказываю я обязательно осматриваю собираюсь анамнез и рассказываю что у клиента как с этим бороться и могу отказать только в том случае если понимаю что он после осмотра все равно я понимаю что он не будет работать так как нужно и еще важно понимать границы своей компетенции если вы смотрите понимаете что здесь грибок кожи тяжелой формы грибок ногтей чуть ли не стопроцентный да вы можете зачистить все сделать если вы умеете отбирать анализы грамотно правильно вы можете взять это направиться в лабораторию и все-таки направить дерматологу иногда не только дерматологу при осмотре я могу сказать что нет вот только после консультации определенного врача но мы работаем с эндокринологами флебологами травматологами и дерматологами я могу отказать в приеме когда человек приходит и говорит вот хочу сделать или нет хотелок здесь нет что с ним делать решаю я специалист что нужно сделать если пациент адекватный клиент неправильно называть пациент то я понимаю что с ним можно работать еще раз кто пытается вами манипулировать и команды сделаем это или это нет они должны понимать что перед ним сидит человек грамотный специалист свое дело и он принимает решение как поступить в этом случае с его стопой поэтому сказать что я отказываю да нет я не отказываю я обязательно смотрю расскажу все подробно разложу по полочкам рекомендации дам и уже потом мы решаем или он остается на процедуру или все-таки я его возьму только после консультации определенного специалиста бояться отказывать вы увидели он кашлят и так далее да нет этого не стоит бояться еще раз говорю защитить себя и вы будете работать спокойно вы будете знать что у вас есть защита в кабинете обязательно включайте облучатель я думаю он у вас у всех есть я прихожу на работу я первую очередь включая этот бактерицидный облучатель рециркулятор облучатель то есть его можно включать присутствие людей то есть мы работаем с ним спокойно целый день что еще могу сказать ну вы обязаны это все соблюдать понимаете если человек видит как вы строго к этому относитесь он относится к вам с уважением и видит ваш вас грамотного специалиста не нужно стесняться не нужно комплексовать по поводу вашего внешнего вида ну и что вы защищены вы работаете да ко мне заходит готова у вас как стоматологии да это не просто кабинет это не эстетика поэтому у вас соответствующий вид если у кого есть вопросы задавайте еще хочу сказать существуют определенные юридические документы такие как санпинг где тоже прописаны определенные требования их надо стараться выполнять не стараться выполнять а выполнять это будет вам лучше защиты и от проверяющих товарищей так вопрос есть задавайте это я могу говорить еще 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 и про гепатиты еще могу сказать да конечно лучше сейчас аппаратный педикюр лучше без всяких ванночек и так далее потому что ванночки это рассадник я не замачиваю стопы я понимаю что я тоже училась там в ванной они не замачивались просто мылись а потом обрабатывались нет мы обрабатываем антисептиком то есть мы работаем на сухую но мы его не жалеем мы обрабатываем хорошо и еще вот все таки когда приходит к вам клиент он обязательно обращает на все внимание вы используете одноразовые полотенца одноразовые салфетки предлагаете мы если необходимо есть ну и вот просто когда уже одевать перчатки и обработали вы стопу опять же не забудьте на свои перчатки нанести антисептик и обработать перчатки это тоже нужно так пока я не вижу комментариев и вопросов спрашивайте про индивидуальную защиту рассказала про все рассказала пришел клиент только во время потому что у него гепатит b что делать тотально они хомикоз плюз гипергидроз а не надо значит так если он признался во время процедуры что у него есть гепатит b то вы не должны этого пугаться да у него еще и грибок и тебе гипергидроз здесь вы ему должны рассказать как он должен обрабатывать стопы что он делает как сушить обувь какие носки носить как бороться с потливостью а по поводу гепатита b вот если вы будете делать то что я вам сказала у вас не будет риска заражения если вы во время проведения процедуры понимаете что вы немножко не сработали так как нужно и у вас риск инфицирования есть но вы можете проверить себя сдать кровь но еще раз говорю вирусный гепатит у него инкубационный период вот вы заразились и потом проявление заболевания в течение шести месяцев то есть если вы сразу сдадите вы можете ничего не найти а через шесть месяцев можете найти вирусный гепатит b поэтому так заниматься не поняла можно ли в кабинете под а можно ли заниматься в кабинете подологии маникюром или только подология вы знаете я отношусь к этому довольно таки строго если вы хотите заниматься эстетическим педикюром и маникюром сделайте отдельный кабинет вот подологии вы заниматься должны только отдельно от эстетики почему но вы занимаетесь проблемами понимаете к вам приходят люди с определенными заболеваниями грибковым ногтями грибковой стопой то есть кожа стопы поражена кроме этого есть еще другие инфекции красные плоские лиша и так далее но их много довольно таки и вы должны с этим разбираться то есть он заранее может быть инфицирован представляете как потом вы будете работать с маникюром и педикюром эстетическим нет я вам просто рекомендую не занимайтесь в одном кабинете не стоит рисковать и когда вы делаете эстетику если вы видите пораженные ногти и и у вас выбер ну вы смотрите понимаете что здесь что-то не то вы должны отправить его подологу если вы не сами подолог если вы просто эстетист то да вы не должны останавливаться на своем обучении вы тоже должны изучать заболевания кожи ногтей вы должны понимать что это такое и поверьте мне вот тот клиент который сидит на эстетике у вас он с уважением к вам будет относиться если вы открыли сняли гейлак увидели проблему и сказали нет я не буду закрывать вам нужно идти к специалисту и поверьте после работы у подолога он к вам вернется потому что в вас он видит грамотного специалиста мастера и сейчас это важно то есть ко мне много приходит из кабинетов эстетики маникюра и педикюра направляют мастера они не стесняются направлять это важно ваш клиент должен почувствовать что вы грамотные что вы не сидите просто пилить и зарабатываете баки это плевать закрыли гейлаком все нормально нет этого делать нельзя потому что все равно в итоге он уйдет от вас а к вам должны вернуться вас должны любить и уважать так маникюр сказала через слизистую носа заразиться этим заболевания так вопрос такой можно ли через слизистую носа заразиться этим заболевания всегда думаю об этом полетит есть и вытяжка и маска и кран за но пыль все равно попадает но вы очевидно имели ввиду пыль грибковые здесь не гепатит в слизистую носа можно парантеральным инфекцией вич заразиться если прямо простите но на слизистую носа попадет достаточно количество крови какого-то секрета а если пыль грибковую да есть ну есть опасность такая что может попасть поэтому я всегда подчеркиваю одевайте маску менять и маску не работайте в ней целый день вообще-то еще в советские времена даже при гриппе маску морлевую одевали не более двух часов носили после этого ее стирали проглаживали утюгом то есть два часа вы работаете в одной маске потом ее снимаете выкидываете вот тогда это будет защита вытяжка есть маска есть экран есть но как может попасть пыль на слизистую носа если вы в маске ну нет к сожалению это неверно и не к сожалению это к нашей радости это неверно если маска есть пыль не попадет в нос только маску одевайте и вот так вот придавливайте чтобы не было просветов маска должна одеваться тоже правильно поверьте мне и в операционной одевала маску обязательно закрыто все должно быть а не просто висеть под носом и где-то там все должно быть закрыто так заразить заболеваниями ну про туберкулез да если вы не одели маску вы вдыхаете на вас кашлянули вот это здесь летает и палочка туберкулеза она у нас летает в воздухе поверьте мне даже везде даже на улице она летает поэтому маска прежде всего одетая правильно вот и все и ваш рециркулятор облучатель в течение всего рабочего дня так предпочтение отдать спиртом или без спирта предпочтение какому антисептику отдать спиртом или без спирта вы знаете я работаю с антисептиком спиртовым кутасептом и как-то без него я не обхожусь нравится он мне я работаю изначально с ним поэтому все таки антисептик предпочитаю на спирте со спиртом так я респиратор люблю да можно купить определенный респиратор есть разные классы если вам удобно в нем работать работайте там тоже определенное количество времени работы в зависимости от класса респиратора так отправили запросы на участие в прямом принять и кто-то запросы направил так ну ладно смотрим дальше что здесь есть так пишите вопросы я тут пролистываю чтобы ответить на все так ну повеселее с запросом ну хорошо можно и повеселиться теперь вот еще раз хотите работать по долгам учитесь не стесняйтесь учиться и не стесняйтесь каких-то своих ошибок да у меня и опыт большой и я доктор и так далее но изначально с советских времен доктора собирали консилиум мы не стеснялись мы спрашивали мы собирали консилиум у старших коллег они нас учили тоже поэтому даже сейчас когда ко мне приходит клиент и у него есть определенное поражение допустим вот грибок часто вы встречаете грибкова да мы можем сказать то-то 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 делаем так-то так-то но если не увидел динамики и у вас есть сомнения вы не должны этого стесняться вы должны объяснить своему клиенту который сидит в кресле что здесь есть определенные сомнения давайте так мы с вами определимся с чем мы будем работать для этого нам нужно верифицировать диагноз для этого я вас направлю к специалисту и когда специалист напишет все и свое лечение и рекомендации мы продолжим с вами общение в нашем кабинете то есть вы будете выполнять свою роль то есть вы будете выполнять свою работу так рециркулятор должен работать все время да рециркуляторы работают все время вот пришла на работу включила и работает до конца рабочего дня есть рециркуляторы где прям высвечиваются цифры сколько он проработал часов поэтому не обязательно там журнал вести а смотреть на эти цифры там есть рециркуляторы до 8000 часов если допустим рециркулятор попроще ну да требует введения журнала где вы пишете включили вас только то выключили вас только то такого то дня и так далее ну рециркулятор лучше с цифрами вы сразу понимаете что лампа рабочая почему там 8000 часов срок работы лампы которая находится в рециркуляторе ну и в этом ничего нет страшного это нормально меньше гриппом будете болеть при включенном рециркуляторе это точно еще нужно конечно заниматься хотя бы проветривание если у вас есть перерывы обработали кресло все подготовились к приему следующего пациента откройте форточку проветрите очень полезно свежий воздух всегда полезен ну спасибо за добрые слова что это важная информация отличный эфир ну я понимаю что не совсем отличный эфир немножко ну немножко надо было мне наверное по-другому но поверьте мне это мой прямой эфир вот сейчас впервые да я выступала читала лекции так далее а вот это прямой эфир впервые ну надеюсь не последний хочу сказать подписывайтесь на подокурс здесь выступают действительно эксперты я многих из них знаю опыт у них огромнейший поэтому рекомендую но и не стесняться задавать вопросы лучше задать вопрос и не стесняться а вдруг он глупый и так далее нет задавайте вопросы а еще молодые мои коллеги если вы решили заниматься патология то поймите правильно меня это учение постоянное обучение учение постоянное то есть вы один раз прошли курс такой такой и думаете все на этом нет здесь нужно будет учиться постоянно и не стесняться этого и методики меняются что-то становится более новое прогресс идет вперед поэтому учиться вам придется ну наверное всю жизнь работая подологом если вы испытываете удовлетворение своей работой видите пользу как вы приносите вашим клиентам пациентам я думаю вы работаете в том месте где вы должны работать хочу сказать всем только успехов и грамотного ведения своих пациентов еще раз не стесняйтесь учитесь спрашивайте если кто подписан на меня то можете задавать вопросы естественно я вам не расскажу полностью обучение но если что-то вас беспокоит телефон там мой есть можете мне даже ватсап написать какая проблема вы не понимаете что это и откуда и как с ней работать ну в дальнейшем будет обучение оффлайн и онлайн сейчас все к этому почти готово поэтому тоже приглашаю к себе будут в первую очередь краткосрочные обучения так как меня всегда очень просят про стержневую мозоль покажите как это делается про титановую нить все считают что это такая простая да нет непростая надо знать много нюансов чтобы не навредить и так далее поэтому давайте так всех вас уважаю радуюсь молодым подологом что сейчас больше приходит сюда со знанием и очень стараются освоить эту профессию что я наблюдала и на чемпионате по педикюру кстати этот чемпионат будет в октябре собирайтесь приходите покажите свое мастерство не стесняйтесь это ваш уровень вы уже выходите из своей скорлупы из своего кабинета если вы уже начинаете участвовать в чем-то в тех же чемпионатах не надо их бояться надо наоборот идти смело вы познаете все и у вас увеличивается контакт со своими коллегами это хорошо так я уже пошла в другую сторону все-таки еще раз как противостоять рискам инфицирования обработка рук в первую очередь защита вас с головы до ног в обязательном порядке бактерицидная лампа то есть рецикулятор облучатель в вашем кабинете должен быть ну и соответствующие дезинфицирующие средства чтобы обрабатывать мыть протирать после каждого клиента не забывайте об этом делайте немножко перерыв между клиентами чтобы обработать достойно и вашу столь у рабочей и кресла и прилижающую территорию кресла то есть даже пол так помахать где купить его вы спрашиваете про рециркулятор облучатель но сейчас очень просто купить можете зайти в интернет на любой marketplace но обязательно смотрите характеристики они сейчас там продаются я покупала специализированном магазине тот который продает все для здоровья и там эти рециркуляторы но если вы в интернет залезете то найдете фирмы которые продают медицинские рециркуляторы вам не нужен вам не нужен дорогостоящий вы смотрите на характеристику на какую площадь помещения он рассчитан у меня не крутые рециркуляторы господи уже запуталась облучатели буду говорить так у меня довольно таки обыкновенные здесь нужно рассчитать свою площадь которую он будет обрабатывать вот и купите они не столь дороги как допустим профессиональные которые заходите в поликлинику там стоит такой мощный рециркулятор нет если у вас кабинет небольшой вам этого не нужно но работать надо с ним так сейчас посмотрим по поводу того что повышаться конкуренция в подологии да повышается и понимаете ко мне много приходит после других подологов и когда начинает что-то говорить я прежде всего спрашивают так говорю остановитесь а теперь скажите мне пожалуйста какие рекомендации вам давал подолог и услышав то что они мне говорят я могу понять были они у грамотного подолога или так вот это мне важно про то что начинает жаловаться я их останавливаюсь я говорю одно я не знаю как вы выполняли рекомендации предыдущего подолога поэтому судить о том кто виноват в этом состоянии мы не будем вот я посмотрю как вы будете у меня соблюдать то что я вам рекомендую да у меня отзывы пишут вот Вера Павловна она строгая но справедливая поэтому и вам рекомендую довольно таки подходить так это не эстетика где вы а как вы хотите а что вам нужно а вот этим покрыть а этим закрыть нет здесь вы решаете и вы выбираете тактику ведения вашего клиента потому что вы учились этому потому что вы грамотны подчеркиваю да вы должны быть грамотны ну и должны уметь разговаривать с ними люди разные бывают да я считаю что тяжело работать с людьми всяко бывает но вы должны уметь с ними разговаривать по поводу того что нужно ли медообразование подологу давайте будем говорить так я бы очень хотела чтобы у нас была определенная программа подготовки подологов почему да потому что кому не лень тот и старается быть уже преподавателем к сожалению это зарабатывание денег и когда ко мне один товарищ привез свою жену он предъявил мне претензии я сначала не поняла а потом я не поняла претензий ко мне нет он возмущался тем что вот почему мы ходили вот к этому подолу почему он не работает так как вы и так далее ну я на эту тему могу долго говорить но я ему сказала понимаете я врач мы учились у нас много было на курсе студентов и так далее в моей группе было 12 человек но вы понимаете в поликлинике к одному доктору идут ко второму не идут хотя мы учились в институте по программе определенной одной все зависит еще говорю от головы и рук если нет в голове ничего то и руки не помогут поэтому поэтому учитесь и если вы понимаете что это ваше поверьте вы отдачу почувствуете учитесь учитесь и не стесняйтесь этого по поводу мероприятие которое будет в октябре проходить в Москве будет проходить патологический чемпионат который проходил в мае в мае я летала туда в Краснодаре где первым призом был кабинет патологии очень хороший приз поэтому в октябре я не помню какого числа это если вы мне зададите там в инстаграме вопрос я вам прям сделаю ссылочку где у кого это будет проходить в Москве они уже проводили не первый раз и там добавилась номинация установка титановой нити так что вы можете посмотреть на номинации и понять где вы можете участвовать а да сто процентов главное мозги и руки из нужного места соглашусь еще раз подчеркиваю да вы должны понимать понимаете если вы отучились на том же семинаре по титановой нити и решили что вы классный специалист нет поверьте мне нет я сама училась и когда я прошла обучение у того кто имеет право это давать да у меня столько вопросов было ответов не было я их искала везде я дополнительные вебинары брала читала литературу но да мое образование помогает мне понимать что нужно делать поэтому по поводу того что нужно медообразование подолгу вы знаете есть специалист который работает без медообразования и понимаете она работает очень хорошо научила ее я и работает она со мной уже два года и я ее горжусь и сказала в этом году ты должна пойти на чемпионат показать свое мастерство поэтому по поводу медообразования мне бы очень хотелось чтобы хотя бы среднее медообразование было что и делает моя сотрудница она сейчас обучается учиться совмещается с работой но мне надо понимать что специалист знает скелет стопы знает иннервацию ну не так до тошно но хотя бы имеет представление о строении кожи вы знаете чем отличается кожа рук и стопы от другой кожи на нашем теле вот скажите мне какого слоя нет на других участках кожи а на стопе и на ладонях есть вот задайтесь этим вопросом поищите материал не все знают вот я даже среди подолгов я иногда удивляюсь думаю а он и не знает ну вы дали выжимку из медообразования вашей сотруднице да она она слышала что я говорю как я разговариваю да естественно вот тут ответили какой слой умница ой вторая ответила молодец я просто рада что вы знаете не буду озвучить кто но я вижу что знает молодцы это уже грамотно а по поводу того что свою сотрудницу выжимку да она умница она понимаете когда приходит сотрудник ко мне много приходит на вакансию и я сажу на модель и смотрю и в результате что я вижу человек способен понимать что я ему говорю он способен думать а нужно ли здесь это делать нужно ли так чистить если человек даже вот тупо пилит одно я остановилась сказала вы что делаете она же сейчас на пятки не встанет а я еще чуть-чуть да не надо чуть-чуть если человек думающий грамотный это да не всегда грамотный вы сразу опыт приходит при работе кто не работает тот не ошибается это так правильно говорят поэтому вы должны думать прежде чем браться за проблему вы должны думать как это сделать лучше а стоит ли это делать или нет да и мой сотрудник конечно слушая меня я да я сейчас слышу и она говорит те же вещи что и я говорила но она не говорит тупо повторяя мы с ней коллегиально иногда смотрим и решаем и она мне говорит Таня на ваш взгляд что это вот она мне говорит я говорю да вы правы это правильно это то 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 это подчеркиваю подчеркиваю подчеркивает то что она не сидит тупо пилит она читает литературу кстати на моем обучении там будет бесплатно такой лайфакт что я несколько книг выписала и предлагаю им то есть я рекомендую эти книги изучать и читать я люблю например книгу Моберта Шольца да это врач да может быть сложновато покажется но грамотно излагает очень хорошо излагает и это как настольная книга попроще там анки нидерау по моему фамилии главный спут и эта книга у меня есть поэтому вот там не 10 книг но почти 10 книг которые я рекомендую иметь в своей библиотеке по дологу а то что слой я вот посмотрела многие ответили правильно но не все да это блестящий слой так так к вам к вам не страшно прийти на прием ну наверное нет приходит и много приходит я пока не поняла к вам не страшно прийти на прием это как похвала или вопрос ну я думаю ко мне не страшно приходить я нормальный человек я разговариваю адекватно и пытаясь самое главное я пытаюсь донести до подкорки что это как это я не говорю за умными фразами я не говорю медицинским термином если это возможно как я говорю вот на уровне плинтуса я могу это объяснить что это откуда и как это берется поэтому ну ну поэтому наверное это и привлекает потом мне говорят вот я была мне там никто ничего не рассказывал то сделали сказали вот иди и все это неправильно если вы начали работать с проблемой то вы должны ее знать даже если вы устанавливаете титановую нить вы мне простите я рассказываю что это такое откуда и что такое память металла и как она работает и показываю и сворачиваю то есть мы подтверждаем просто один случай был там скрепку кто-то устанавливал это выложили в инстаграм так вот после этого чтобы сомнений не было мы каждому объясняем показываем эти ниточки и говорим это и нить и сворачиваем и как она разворачивается мы подробно это рассказываем и они понимают как нужно ее носить и как долго можно носить или нельзя вот это важно донести поэтому так сейчас посмотрим что тут еще есть у нас так экран а что обязательно для прочтения подолга так не поняла что обязательно для прочтения подолга а ну я сейчас вам не буду перечислять эти книги ну их почти 10 штук которые нужны в интернете конечно это можно найти но я еще раз говорю люблю Нойберта Шольца его первая книга не экстремальный там случай а первая книга есть у меня Анкини Дерао ее книга она попроще тоже можете взять ее есть книга вы знаете их много есть раны называется книга где говорится обо всех ранах конечно это медицинская литература но можно из нее взять то что вам необходимо как работать с ранами но при вросших ногтях и так далее есть заболевания ногтей допустим ну у меня перед собой нет этого перечня не могу вам сказать а где можно увидеть список книг не поняла а ну это мы в общем так я готовлю обучение онлайн и оффлайн вот в онлайне там как бы как подарок преподносится этот перечень то есть бесплатно как я сказала вот вам будет там прям перечень с картинками и так далее на это будет ссылка я думаю в инстаграм мы тоже это выложим где можно увидеть этот определенный перечень поэтому смотрите в мой инстаграм постараюсь ну если не на этой неделе в течение полутора недель выложить ссылочку куда можно зайти и увидеть это а вы в питер хотите приехать преподавать вы знаете преподавать наверно можно и в питер я люблю если допустим определенные какие-то просто напишите мне созвоните со мной и мы просто с вами поговорим преподавать в питере да отлично то есть а что это у вас школа кабинет и так далее вот это определяет вы были на стажировке в германии как вы думаете здесь можно здесь можно саму школу создать то саму школу создать работать в домах престарелых и практиковаться а дальше пишут в россии делать лучше чем в германии Больше скажу, чем в Европе. Давайте так. Ну, во-первых, школа патологии трехгодичная в Германии. Как бы я была в лучшей школе на стажировке и посмотрела на это все. Ну, вы простите меня, я соглашусь, что в России работают даже лучше. И лучше, чем в Европе. Вы знаете, сколько у меня приезжало, ну, нет, были иностранцы, а еще были те русские, которые уехали. Так, в Ирландию, в Испанию, одна там со Швейцарией и так далее. Нет этого, то, что у нас есть. У нас специалисты работают по-другому. И работают... Я поехала в Германию специально, чтобы понять, а как они работают, а как мы. Может быть, что-то я не так делаю. Но поверьте мне, ну, я считаю, что у нас специалисты замечательные. Особенно, если человек подходит с умом к работе. Нет такого... Не делают они то, что мы, и не делают они так, как мы. Ну, вот в Германии, вот недавно консультация, да, и она показывает мне, что ей сделали. У нее скрученный ноготь грибковый, там рулетка. И там надо работать. Ей мастер-подолг в Германии поставил, как бы вам сказать мягко, ну, элайнер. Вот так вот сверху. Элайнер из композита. И вот она мне пишет, звонит. Мы с ней на видеосвязи разговаривали. Она доктор. Она работает сейчас в Германии, живет. Я говорю, вам легче-то постало? Она говорит, нет. Я говорю, я не пойму, с какой целью вам это поставили. Мы это можем поставить, когда уже ноготь почти доведен до нормальной формы. Просто поддержать. Здесь нужно было его зачистить определенным образом. И на первый случай, если вы не можете поставить скобу, мы поставим титанную нить, он в глазах развернется и станет легче. Но она доктор-стоматолог, поэтому я сказала, говорю, вот материалы-то ваши, стоматологические. У вас же есть коллеги, которые могут поставить брекет на ноготь. Только там, говорю, немножко по-другому. Алгоритм работает. Да, они поставили, сделали. Вот она и говорит. Ни о чем специалист. Это было недавно. Поэтому создать школу по такой, как в Германии, нет, я бы не хотела. Да, там учат, как общаться, как работать со стариками и так далее. Но и здесь у нас учат. Тот же институт подологии в практику проходит в домах престарелых. И туда приходят, поверьте, мне там тоже училась. И приходят бабушки, дедушки. Над созданием программы по подготовке подологии сейчас работают. Работают и вполне возможно, ну, я не говорю в течение этого года, но может в течение ближайших лет, 5 лет, боюсь, что не через 2 года даже, появится определенная подготовка с определенной программой на определенной базе института, где будет проходить переподготовка по подологии. Именно вот, ну, это тяжело сделать. Юридически у нас нет подологии в России, поэтому это тяжело сделать и не сразу. Ну, будет это. Кстати, я могу сказать, в Германии официально подология стала существовать в 2000-2000 году. 2.002. Только в этом году юридически она была узаконена. Хотя, как я говорю, подология в Германии существует с первой войны отечественной, когда придумали крем, там, мазь для солдат, чтобы они не натирали пятки в своих сапогах. Так что начало там старое, стародавнее, но юридически только в 2002 году. Поэтому вот смотрите, какой этап был пройден. Не все так просто. Да, я всегда говорю, не плачьтесь, у нас лучшая медицина и лучшие подологи. Почему? Да потому что нет такого обслуживания в Европе. Да, у нас скорая долгая и так далее, а там вообще не приедет. Там нет этого. Ну, я вам как доктор говорю, когда ко мне приезжают, начинают рассказывать и говорят, вот плановая операция, Германию удалить не можем. Два года ждем очереди. А у нас, простите, вы пойдете в хирург и удалите быстро. Точно так же подологи. Как вы относитесь к продукции по диафарм? Ну, с продукцией по диафарм я не работаю, поэтому говорить не буду. Я определю, работаю с другими. Пробую много, но по диафарм ни разу не применяла. Ну, вот тоже пишут. Я как начинающая съездила в Германию, понимаю, совсем не тот уровень. Да, правильно вы понимаете, не тот. Когда я там на практике стопу отказала зачищать этой фрезой, потому что дамы с сахарным диабетом, сказал, нет, этой фрезой вы сами чистите. Я не хочу, чтобы там была язва. А потом ваша фреза мне не нравится. Я работаю лучшими фрезами. Ну, препаратов, приборов много, но простите меня, я начинала, не буду вслух говорить, начинала с определенных марок немецких, и в итоге я от них отказалась, и я нашла то, что мне нравится. Поэтому, а еще нужно с умом действительно их применять. Много – это не значит хорошо. Практика дает себя все-таки с тяжелыми случаями, все-таки надо мое мнение. А где можно учиться в патологии, где можете посоветовать? Хотите, приходите ко мне. Если оффлайн, то есть в кабинете, я вас научу. Я вас научу многому. И даже вы получите диплом, который будет зарегистрирован, то есть официальное образование, где будет написано «специалист-подолог». То есть этот диплом будет подтверждать, что вы получили определенную профессию, вы можете работать. И программа сейчас у меня уже аккредитована. То есть все, уже можно преподавать. А если вы далеко, будет онлайн-курс. Но здесь буду очень строго спрашивать. Отработку всех нюансов. Будете присылать записи, как вы работаете. Если оффлайн, пишите. В инстаграме есть мой телефон. Поэтому телефон в WhatsApp можете написать мне. Учиться у меня это в ЦН3, Центр подологии. У меня на метро Пушпинская. Если вы хотите, подскажите, пожалуйста, есть ли те медообразования, на какой факультет? У меня экономическое высшее. Если вы еще молоды, вы можете поступить в мединститут. И поступить на лечебный факультет, рекомендую. Почему? Потому что дерматолог выходит с лечебного факультета. Да, вы учитесь сначала в одном потоке. Потом пройдет, будет специализация. То есть вы не сразу станете дерматологом. Но для этого нужен лечебный факультет. Желательно. А если среднее медицинское образование, я всегда говорю, медсестра – это хорошо, но фельдшер – это лучше. У меня аппараты немецкие или есть альтернатива? Вы знаете, я работаю изначально на немецких аппаратах. И покупаю их в определенном месте. Поэтому я работаю на немецком аппарате со спреем. Если очень интересно, так же говорю, обращайтесь, подскажу, где брать. Вы из какого города? Я живу в Одинцово. Это Московская область, 8 километров от ПКАД. Кабинеты у меня два. Один в Одинцово, я с него и начинала. И один в центре Москвы, метро Пушкинское. Сейчас мы как раз уже расширяемся. У нас там центр патологии. Где преподаете? Давайте так. От преподавания, от всего у меня очень много просились на обучение и так далее. Я всегда отказывала. Считала, пока еще не созрела. Сейчас, на данный момент, учила только своих сотрудников. Те, которые приходили ко мне. Да, с нуля учила. Но я учила и добилась того, что хочу от них. Тех, кто по 10-15 лет в эстетике, а потом приходят в патологию, считают себя царицами. Их трудно переучить. Не всех. Невозможно, по сути, когда вот человек. И не хочет думать даже. С теми я даже, нет, после собеседования и так далее, мы прощались. А как вас найти? Как меня найти? Вы знаете, если вы в Инстаграм забьете латинскими буквами Вера Березовенко, вы выйдите на мой Инстаграм. В галочкой, З как Зет, Зора, К как русско К, Вера Березовенко. Все вместе пишется. Хочу ссылку на онлайн. Давайте так. Вы на Инстаграм подпишитесь. Там будет информация. И там, в конце концов, мой телефон будет. Если что, можно, ну, в Инстаграме, так, там по записи нет. Сейчас там бизнес-аккаунт. Вы можете туда написать, и вам ответят, и сделают ссылку. Подпишитесь на Инстаграм. И как только все будет готово, первый, второй модуль уже, можно сказать, закончен. Осталось там съемки, самое такое важное. И третий будет готов. А онлайн, если вы понимаете, что вы сможете онлайн, ну, мы с вами поговорим и решим. Так, Москва далеко, понятно. Поэтому я говорю, онлайн, конечно, это хорошо. Но от вас будет требоваться выполнение всех заданий. И только после этого будете сдавать, как бы переходить на другой модуль. Поэтому я сказала, это очень хорошо, если будет доступно во всех уголках России. Потому что мне на Новый год, прямо вот 31-го, звонит Сахалина. По-моему, Сахалина. И говорит, что мне делать? Что мне делать? Я говорю, ну, у вас есть хоть кто-то? Нет, никого нет. Ну, подсказала, помогли. Хотя бы больше снять на Новый год. А как вам можно устроиться подолгом? Ну, для того, чтобы устроиться подолгом, да, мне подолги нужны. Мне нужен очень подолг Воденцова. А вы из какого города? Давайте так. Ну, я сейчас во всеуслышание скажу номер телефона. Берите ручку и бумажку. И пишите 8-919-014-88-19. Напишите мне в WhatsApp, кто вы. Резюме пришлите, я вам перезвоню и так далее. 8-919-014-88-19. Или Инстаграм, как я уже сказала, Вера Березовенко латинскими буквами. В Инстаграме вы увидите мой телефон. А в Москву тоже нужен сотрудник. Но после собеседования и после работы на модели мы с вами определяемся. Так, спасибо, я вас давно смотрю. Пожалуйста, рада, что приношу пользу. А чем строже, тем результативнее. Ну, тут надо не перегнуть палку, тут надо просто настроить человека. Даже когда я училась, это было давно, в мединституте, я профессора поспела, до сих пор помню, как он нам говорил. Это была кардиология, терапия. Терапия даже. Если вы не вложите в подкорпу больного, что все будет хорошо, вы никогда его не вылечите. Поэтому вот сюда закладывайте своему пациенту нормально, строго, без всяких там сюси-пуси, как я говорю, но нормально, адекватно. И если он понимает, вы с ним будете работать. И результат будет. Ну, спасибо, что вы рады за очное знакомство. Приезжайте, мы познакомимся очно. Я из Зеленограда. Недавно приехала из Сибири. Ну, Зеленоград тут рядышком. До Москвы доехать или до Денцова. Проще по Инрепе. Вот просто. Сейчас тут у нас так хорошо общественный транспорт работает. Приезжайте, пишите. Так. А, из Зеленограда. Вот по поводу того, что я вам сказала в телефоне, напишите мне, пожалуйста, в WhatsApp, и мы посмотрим. Вполне возможно. Так. А времени у нас уже... Мы разговариваем больше часа. Мне очень приятно с вами общаться. Еще раз прошу прощения, что я так сконканно начала. Начала свою лекцию. Но ничего. Я думаю, я привыкну к этому прямому эфиру. Меня уже давно заставляют выходить в прямые эфиры. Никак. И времени нет. Ну, вот. Немножко освобожусь. И буду рассказывать обо всем. Прямой эфир буду у себя в Инстаграме выходить. Отвечать. Заранее объявлю, какая будет тема. Готовьте вопросы. Все буду рассказывать. Так. Ну, присоединяются еще. Тут и Алмата. Очень рада. Я сама из Казахстана. Город в Кусанаре. Правда, в России уже живу давно. Казахстан люблю. Казахов люблю. И почти каждый год туда приезжаю. Как я говорю, к себе на родину. Так. Ну, нам, наверное, пора прощаться. Уже больше часа. Очень приятно было со всеми общаться. Надеюсь, что я вам помогла. Простите. Немножко я тут. И стесняйтесь. Спрашивайте. Пишите в Инстаграм. Информация об обучении будет там в первую очередь. И будем там ссылочки давать. Еще раз говорю. Люблю оффлайн обучать. Я если вижу завантливого человека, я готова все свои нюансы рассказать. Поверьте мне, вот когда я начинала, не было рядом того человека, который бы мне вот все давал сразу. Я по крупицам собирала. По всем семинарам ходила. Иногда прихожу к дочери и говорю, господи, за что я деньги заплатила. Вообще ни о чем. Было и такое. И сейчас, когда мне спрашивают, кому пойти, кому направиться, я всегда спрашиваю, откуда вы и куда, и подсказываю. Ну так, как я сейчас создала программу обучения, которая будет подтверждаться с дипломом, удостоверением, зависит от того, какой этап вы пройдете. То есть это будет официальный документ, зарегистрированный, не просто так. Поэтому я к этому подошла очень серьезно. Не просто так. Приглашаю к вам, ко мне на обучение. Я думаю, вам понравится. Постараюсь донести все нюансы при работе с любой проблемой. Так, все. Уважаемые коллеги, уважаемые клиенты, если они меня слушали, я с вами прощаюсь. Жду обратную связь. Пишите, пишите мне в инстаграм, позвоните. Отвечу всем. До свидания. Сейчас я закрою. О, я даже не знаю, где закрывать. Все. Пока-пока. Продолжение следует...